братья доброе утро еще раз можно задавать вопросы игнатий технич на связи мир вам игнатий технич можно задать вы меня слышите я вас слышу можно задать вот священописание написано горе сердцам боязливым рукам ослабленным и грешник уходящему по двум путям вот что такое по двум путям ну как это говорит одно делает другое у нас по трем путям мыслит отдельно это еще в советское время было утверждено а так сказал да значит да нет значит нет а тут так сказал да а сам не делает сказал пойду а не пошел по двум путям идут надо решительно порвать с этим тогда нам будут доверять будут избирать путь который мы идем я поняла еще второй вопрос вчера я с вами разговаривала вы мне сказали порождение ехиднины кто внушил вам бежать от будущего гнева я почитала толкование анна златоуста ну я в этом вообще ничего не поняла очень сложное толкование я ничего не поняла вы мне можете объяснить от будущего гнева позже я так понимаю да ну да да какая-то вещь когда наступит и тогда уже покаяния никакого не будет иногда говорят так вот допустим мать спасенная и будет увидеть как ее детей отправляют в ад какой ей рай там будет она только будет думать нет этого не будет во всех будет чувствование я какие во христе господь смотрит с гневом и она будет с гневом навсегда расстается человек со светом ну так по крайней мере мы понимаем сегодня слово вечность так что будущий суд он говорит не за горами только умирает человеку уже получает возмездие неполное хотя бы и мучаются и радуются в разное положение рай и ад это я поняла а вот это само порождение хитрин кто внушил вам бежать о будущего гнева это что именно здесь заложено это пришли я читал пришли к нему фарисеи креститься да люди приходили разные не только одни фарисеи господь им об этом говорит что люди которые жали друг друга это змеек восстают против слова божия они уничтожают сжирают как будто это не было сказано а что ну кто внушил вас причина какая авторитет иоанна который в народе был очень высоким или совесть побудила вас к тому что пропустить момент нельзя или страх божий так вот она спрашивает кто получил вас к этому кто научил кто послал а мы не видим ответа никакого сами должны догадываться когда сегодня люди приходят и вот сейчас показывает меня газета дали газета вот сегодняшняя ну она называется неделя неделя за 20 сейчас я гляну возьму увеличительное стекло так газета российская газета неделя 26 октября 22 года среда и здесь статья статья такая судили служили два священника имам и протеерей из башкирии поднимают дух бойцов на передовой и тут картинки как они стоят как молятся ну и проще такое так вот кто внушил он туда эти священник показано стоит вот картинка фотография солдат там руки опустил в тазик или в чашку и он его крестит на крещение нет обман лютый обман им нужно считать слово божие и такой был архимандрит спиридон кисляков полковым священником и как бог ему открыл это я на войну возгнал я убил тысячи людей вот у него раскаяние было сегодня они еще не знают попы и и поэтому я считаю оправданно видимо у чещенцев было что в первую очередь старались убить командира присвященника стреляли снайперы и поэтому сразу косички отрезали форма другая надета и все убийцы а убийца царствие божие не наследует а оружие брать нельзя сегодня священником оружие брать нельзя а с ружьем посылать убивать можно это же обман кто обнушил им эти туда что и кто-то туда гнал они патриоты эти вопросы пусть они отвечают я знаю это безбожество безбожество и поэтому связывают учения христа я не вернулись салам там все на этом построено убить жену можно ребенка можно убить если они там меняют веру свою под разными причинами и ветхом завете было тоже жена взятой ночь прошла брачная доказано что она не девственница утром ее надо убить к дому отца привезти а если эта дочь священника не сохранила физиологическую девственность привезти к дому отца и сразу наносить дробь и сжечь ее а у православных нет этого и поэтому там они пускай как имамы разбираются а священника там он только приходить должен и говорить не убивайте не убивайте не убивайте кто взял меч от меча погибнет и в ее плен сам пойдет в плен он может говорить только это это самые миротворцы да у нас такая задача я не посылаю на войну я говорю не будьте убийцами а зачем тогда это нужен человек который знает слово божие если его заслать и чтобы его там приняли он один может целую армию увести как или си ослепил пришел в середине страны стоят мы знаем библейские примеры так вот здесь мы должны обратить внимание на божественный взгляд они нас которые придумали люди бог будет видеть по слову своему 14 вот мы об этом считаем слове это евангелисты евангелисты и она 12 48 слово которое я говорил она будет судить вас последний день если она будет судить все остальные законы государства все сгорит ссылаться не на что мы сегодня на конституцию сталинскую не ссылаемся на конституцию наполеона во франции не ссылаются так и здесь все рушится земля и все дела на ней сгорят ни одной библиотеки не будет останется одно евангелие и конечно где евангелие растолковано книги которые пропитаны духом евангелия не сектанские присказки вот так поняла спаси христос аллилуйя так никого нет ухожу с богом мир вам игнатий тихоныч ксения михайлова слышно да слышно вот у меня волнующий опять насущный вопрос в священном писании написано от юности моя борют меня страсти и вообще можно воспитать так ребенка как вообще можно воспитать ребенка чтобы он в юности вот в эти блудные страсти не попал я наблюдаю у нас у меня у моих подруг сейчас дети им 18 19 20 лет и они мальчишки они в церкви с детства в церкви и сейчас я вижу как они в эту блудную яму все сваливаются прям вот один за другим и что-то непонятно вообще можно этот возраст как его проходить вообще и для чего он нам богом дан очень опасный возраст чтобы мы трудились иногда спрашивают а для чего дьявол бог его связал и чтобы в раю его не было это божий план спасения так скажем если человек не выходил допустим борец вышел а соперника нету ну какая ему награда господь человека испытывает и человек в вечности будет понимать какой подвиг он совершил не с ними только разве не было со святыми какие страсти бороли их не положи вещи перед глазами как пишет давид а сам так спотнулся что из крыши упал и ничего после этого еще сколько псалмом написал и господь простил его надо бояться греха к этому приучать если говорит апостол о чем то не ходи туда ты не ходи вот здесь мы находимся а за нами мы не видим сейчас сколько врагов и у врагов то есть духов злобы у них здесь свои люди есть которые будут восставать против они приходят там грех такой там ага такой-то был там он начинает говорить как говорится клемпать что попало ну ты занесел в черный список отойди не искушайся начинают проверять ну ты тебе все сказали сказали что этого делать нельзя ты заболел зачем в бабки пошел искушение но лекарства не понимают не принимают ну не принимай мне сколько раз назначали лекарства от сердца и другое я ни одно не взял ни одно ни разу ни одной копейки за всю жизнь не заплатил да мне операции делали там от чрезмерных тяжестей там раздавило межпозвоночные пластинки эти ну ничего я живу и так в любом деле а вот такой-то там враг мне сколько записок подбрасывали из дома выйти нельзя вы с нашими детьми тут занимались они воруют поезда останавливаются они их грабят но я с ними беседовал и родители что сделали они чего сами слушать стали это все надо претерпеть и на это не надо глядеть страсти тем более молодое созревание организма идет ясно дело что он в розовом свете все видит а потом то когда пройдет вот теперь начинает говорит ой меня мама говорила за него выходи за него там у него отец пьяница дура пошла он ох Марья Марья я уж кем был бы то с тобой вожу если бы тоже жизнь загубила а ты потрудись над ней потрудись и когда будут люди обращаться через тебя к Богу ты увидишь какая сладость что были враги радуйтесь и веселитесь велика ваша награда на небесах велика а какие там у него страсти это не воровать блудить сквернословить шиферить там разное все пить ну не делай этого не делай а как не делать пост и молитва если друзья настоящие есть давай у нас есть тут такие которые каждый день они готовы под пояс лишь бы жениться то а как только познакомиться там такой звериный оскал думаешь ой ой а я еще содействовал ему познакомить хотел вот так что на это не надо говорить обстановка одна фактически для всех если в этой обстановке хотя бы один спасся златоуз говорит он на суде Божьем будет судьей для всех значит ты мог это сделать а то вот там то 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 надо было куда то взвесь подумай помолись посмотри как делали святые поэтому надо день и ночь учиться а эти люди как правило ленивые им я скидываю материалы то другое они даже ничего не прочитали а на завтра опять стонет и не стыдно ничего вот вот и все это труд а почему погода такая вот мы сегодня встали холодно на улицу выходить не надо ну не будешь я говорить господи убери эту температуру бог знает у бога плохой погоды не бывает и все и все даже вот мне кажется еще сидел бы дома нет я выхожу сейчас отдельно кормушка у меня для жуланов отдельно воробьям полез голубям а еще тут бывало собака у меня свою держал зиму ну и пока Володи нет там за водой сбегать не проводим себя внутрь дому а идти надо сделали в три раза дольше дальше чем до этого была как-то себя занять надо вот они встают у нас в 4.40 я встал 2 часа ночи столько писем люди нуждаются и есть которые всякие гадости говорят за всех молись для этого ночь дана не только для того чтобы отдохнуть восстановить силу но для того чтобы оросить слезами постель свою как давид говорит омощаю вот так все спасибо христос поняла аллилуйя так никого больше нет отхожу здание тихо мир вам николай кузьмин я интересуюсь да интересуюсь про собаку про которую про обчарку про которую вы ездили вот у вас была договоренность с сергеем как дальнейшая эта история скажите никак он его не приводил он дома сидит и сидит там у него две собаки верный и эта которая чемпион россии ну а я не настаиваю потому что у него комната большая а у меня тут ногу только поставить пройти но я бы все равно взял его он даже думал усыпить его ну убить то есть старый негодный это нет эта собака прославлена на весь мир она проехали с на с нами из Барнаула до Владивостока потом до Португалия Скандинавия Прибалтика и сколько мы по разным районам ездили сто двадцать тысяч километров и все по делу как он охранял нас как нападавших считая отгонял он заслуженный его надо да просто сохранить ну если я приехал а Сергей его не привел я не настаиваю господи да сохранил да сохранил господи сохранил у меня сохранилась надпись на на калитке обычно злая собака я написал осторожно большие собаки они у меня двое были я двух держал он Сергей в больнице лежал а тут нашлись люди которые ну могли видимо перетянуть я никому не разрешил и с ними даже встречи не стал иметь скорее собак забрал и все построил им две конуры в разных местах тем более если верно упущу он тоже он бельгийская овчарка а это немецкая овчарка и оба кобеля они дерутся тогда но я его после когда этот нагуляется отпускаю в намордники приходится стоять рядом ну ничего у нас отец держал всегда три собаки пас овечек надо было охранять ночью от волков волки приходили однажды три овечки зарезали сразу я с собаками это привык с детства у нас был марс похоже что это была кавказская овчарка мы с самки двое-трое в самки он как лошадь нас везет звать марс было бог войны у Греции мы с собаками знакомы очень с детства а я знаю у кого нету ни кошки ни собаки вот это так дети то не растут когда такие есть и скотины нету ну обычный эгоист один ребенок а если двое там дружбы нету а у нас тут десять детей у матери пять парнишек пять девчонок и мы никогда не знали что кто-то кому-то мешает где бы еще не достали там где-то намолотили принесли все делим на все части поровну а через дорогу бабушка матери на мазь тоже ей малины надо дать столько же вот я уже знаю то есть животное благородно влияет даже у Владимира Ильича Ульянова на коленях сидит кошка у Адольфа Алоизовича то есть у Шихельгрубера то есть у Гитлера всегда была собака рядом с ним то есть это как-то мы даже не знаем какую благородную роль исполняет это животное рядом с нами Господь с ними сравнивает пастри спящие как псы бледящие лёжа немогущие лаять вот чтобы умел лаять прозбудил кто подходит вот все слышно меня да мир вам Игнатий Тихонович вот такой вопрос меня волнует я вообще собачий человек такой ну в грехах сильно навалялось и меня отец мой называл что я бедовая дочь вот и я чувствую что Господь меня коснулся вот 15 лет назад я пришла в храм уже 15 лет хожу 15 лет молюсь и рассказываю людям о Христе 15 лет уже вот молилась за свои молюсь за своих родственников у меня есть прекрасные родственники совершенно не бедовые как я но почему вот они даже говорят ну почему я тоже ищу Бога они мне говорят но я его не могу найти а я за них молюсь ведь говорят в библии написано что молитесь и за родственников молитесь а я молюсь а результат вообще никакого или я такая грешная что ли получается что Господь не слышит мои молитвы но я чувствую что я я чувствую что я с Богом живу я же я не могу себя обманывать внутри я чувствую это почему я бедовый меня коснулся а они не бедовые их не касается это дело Божие не так просто вот мы видим что молились апостолы а за кого они молились многие не пришли а стали врагами идущий мой хлеб поднял на пету говорит Давид он молился и молился крепко и однако врагов было столько что пришлось придуряться ему прикинуться сумасшедшим и слюни по бороде пускать а вот познайте путь где путь древний считаем там шестнадцать иеремия и по нему идите а они ответили не пойдем видите как это воли человека сколько было у Иоанна Богослова учеников который диатреф из них был кто он такой не может быть чтобы не молился если написано молитесь за врагов за обижающих вас но нигде его больше нету он только говорит Александр Медник много сделал мне зла у меня таких Александра хватает я молюсь за всех а кто обратится Бог его знает а который обратится будет ли он до конца верный а если я у кого-то крестный держал на руках младенца а родители восстали против и дети против ты делай продолжай все делать как говорит это десять принципов матери Терезы мало что они говорят они не отвечают на призыв который делает Господь а он не поставил нам в обязанность обращать а молиться а вот если ты молился все время старался и никто не обратился то твоя награда будет больше говорит Златоус потому что когда человек обращается то у нас внутри радость и сейчас часть награды мы уже получили на земле в этой радости а я вот делаю для них последние говорится грошек туда несу им а они меня поэтом съедают почему написано велика ваша награда на небесах вот как сестра спасибо Христосу Аллилуйя не унывай продолжай делать и молиться наше дело молиться обращает Бог есть благодядь призывающая а есть обращающая и от нас она не зависит все поняла спасибо Христос так еще кто есть Игнат Иванович в советское время были люди такие которые уходили в леса куда-то там в Сибирь ну паспорта свои оставляли советские да там сжигали вот это люди были какие верующие или не верующие крепко верующие как правило староверы беспоповцы священства не было и Сталин дал указания по всем лесам пройти найти и сжечь у них избушки а то вообще даже вообразить нельзя среди ярой зимы когда ни одной тропы никуда нет а на лыжах прямо и они там находили их и сжигали а почему чтобы японские шпионы не прятали здесь а ни одного шпиона никогда там и не было то есть более дурных правителей нигде не было вот они копают картошку а в это время нет они уже осенью было дело и там видят люди какие-то а это как раз которые искали сжечь а где на лыковых наткнулись и Карповосимов еще брат родной побежал а тот присел на корточке прицелился его убил он побежал в комнату прятаться что-то взять чтобы убежать убили а какие люди это крепко Sundays Слабосильные Бесхарактерные туда не пойдет один как построить как жить землю обрабатывать о-о-о а не пей из таких только гвозди делать но по своему настроению а нихают мы должны увидеть это и прославить бог и сказать Кстати, мне бы так, вот я смотрел на Сергея парализованного Козлова, Сергея Георгиевича, вот он меня на рулетку натолкнул, надо кому-то связаться, возьмите на себя это дело, я далеко здесь, что найти его сестру через мать, Татьяну, кажется, так звать ее, и чтобы она сказала где, там, они не искали, надо самим там поискать, ну, Логин и что там есть. Вот от нашего, он второй сделал сайт, где он делает, форум или нет, или на канале, и он заплатил за это, я узнал, 300 тысяч рублей, и какие у него были там люди помогали, из Израиля, из Белоруссии, почему оттуда, я тоже не знаю. Я ему говорил, не надо делать, он, нет, сделать надо, он думал, что лучше сделает. И кроме того, там было, у нас раздавали мы визитки, там написано кошелек для лагеря детского, ни копейки не было, но оно так было сделано, чтобы поступало туда, к нему. Так были или нет деньги? Если были, то где-то найти бедных детей и раздать, потому что это для детей отдано было. Вот это два вопроса, узнать, где и как зайти в наш, который это нам принадлежит он. Я просил его отдать, а он не дал. Ну, логин, ничего не известно. И вот это, на эти два условия, правила, надо не правило сказать, а необходимых вопросов решить. Вот так. Мы уже где-то года два назад или три, выходил Николай на нее, мы общались, и не привело к успеху это. Значит, надо ехать, надо ехать, а это нет, они сказали, не посмотрели. У него там, которая аппаратура работала, она целая, и по этой аппаратуре легко будет найти. Надо поехать, установить связь. А заочно она не знает, кому отдавать, зачем отдавать, кто он такой, Николай, да он ли это. Так что, тут вопрос такой, надо ехать. Конечно, от имени, нет, там все было понятно. Не было там такого, что она не знала что-то. Она не шла на связь, она просто конкретно... Надо показать, какие у него там, где, ну что-то осталось от него. Николай там предлагал, чтобы приехать к ней, все, что надо, там взять, этот жесткий диск перекачать. Он сказал, информацию нам нужную, которая у него была, и она отказалась от этого, не дала. Не знаю. Это еще года три назад было, три года даже назад. Ну да, да, так, ну надо подумать, как по-другому сделать. Надо туда пробраться. Вот, которые там были и следователи искали, они бы нашли этот подход. Как-то к ней потом поговорить и показать, что он говорил и обещал, что сестра вам покажет, расскажет все. Какой пароль, какой логин. Вот это бы найти. Ну как-то надо сделать так, найти. Вот смотри, сколько с этим, с генерал-полковником-то Пьянковым бились, а в конце концов-то дошли. Николай сколько раз сходил. А оказалось, причина простая. У него неполноценность. И она не хочет, видимо, дочка, чтобы его видели таким. Такой чин был. И все, Евгений, это Борис Евгеньевич. Игнатих Иванович, а как вы тогда вышли на этих людей, которые вот в лесах-то паспортов не имели? Первые беседы, которые в итоге-то, они же паспорт получили там многие, кто беседовал с вами. У нас были люди знакомые, с которыми мы в близких очень отношениях были. Толстого, там, в Усть-Альменке. Ну я туда приезжал. А у них была знакомая старая подружка, которая к ним попала туда. Вот. Антонина Георгиевна. И вот она приехала. Ну мы стали беседовать. Она набожная-набожная была такая. И она сразу приняла. И она, у них группа была в Тамбове. А у них перед этим только арестовали руководителя. Ну и где-то там с кем-то у него было свидание назначено. То он показал, как его бьют. Говорить-то нельзя было. Его допрашивали. Вот помин, кажется, его помиля-то такая. И он там и умер. И вот его группа там 32 человека была. И они решили тогда эту Антонину Бакланову, которая вот со мной-то знакома стала-то. Она от меня не выходила. И потом она, мы купили тут домик. Она там главная была прямо за церковь принимала, которой приезжали молиться. Она у меня была самый близкий друг и товарищ. Мы, спящий, ее ни разу не застали. Она или там придет, шерсть что-то делает, или вяжет эти лесовки. Вот все делает там. И на суде у меня было все-таки 2500 часов, надо прослушать было записи. Ни одного не было. А она все прослушала от корки до корки. Прослушала все. Вот так. И поэтому она тем-то сказала, а оттуда прислали три человека за ней. Ну, я с ними один раз побеседовал, они все перешли сразу сюда. Получили паспорта. У кого дети были, стали в школу ходить. КГБ все знало. И ко мне на работу Биденко приезжал. Александр Крыльцовича Семеновича его. Был майор, а потом стал генерал-майор в охране Путина, этого, Ельцина, Бориса Николаевича. И они приехали и говорят, вот мы сейчас узнали, что уже 32 человека явились. Ну, явное дело, что интересы совпали. Им выгодно, чтобы люди получили паспорта, шли работать. А они там на шахтах раньше работали. Хорошая была бы пенсия. Они от всего отказались. Чтоб в огороде посадят, тем и живут. И мало того, в местные монастыри везде развозили необходимые где-то им. И они хотели меня забросить туда, где обоза Лыковы были. А я ему говорю, не, я не поеду. Вы меня дорогой столкнете и все. Да вы что? Да вы о нас так думаете. Ну, не доверяю я вам. То есть они меня хотели специально к этим староверам, которые в тайге, там далеко где, забросить, чтобы я провел с ними работу. Потому что здесь все сто процентов перешли сюда. Я их повел тогда к местному благощинному, Войтович Николай Павлович. А от него поехал Гедеон до Кухкин. Потом он в Ставрополье был. До Кухкин, Гедеон. И вот у них там были принятия, там что, схи разные, монах, схимонах, игумене там. Их в сущем сане приняли всех. Вот они монахи, монашество их утвердили, патриархийное. И которая была, она стала здесь насельницей. Одна была здесь у меня, Вера. Вот, Раиса Владимировна, сказать надо. И ее сделали здесь и на Кении. Потом она стала насельницей этой, руководить монастырем. Ксения стала. Ее ко мне, она там показания против меня дала неправильные. Я следователю сказал, это неправильно. И он ее привел прямо в тюрьму. И когда мы беседовали, она показания свои все отняла и говорит. Я не понимала, что говорила. Ну вот так вот. А я ей сразу сказал, Рая, умрем, отвечать придется за каждое слово. Как взвился следователь, вы не пугайте ее, а то я с вами тут не пугайте ее. Но испугалась. Она жила от меня через один подъезд. И к ней тут вот Гаврилов отец, Леша звали. Он сильный мастер был, очень сильный. Тогда не было интернета. Любой магнитопон, любую марку, хоть что, на свалке найдет холодильник, привезет, отремонтирует, как новый-то. И он ей провел от меня. Я вставляю в себя что-то, а она там слушает. Раиса Владимировна. Ну а потом вот пошла туда. Монашество ее было там принято еще. Утвердили. И в патриархии они все были. Или вот как дело было. Понял. Понял. Спаси, Христос. Ну оно все за что. Сейчас тоже такие есть. А? Сейчас тоже примерно такие есть. Ну у меня у нас вот есть тут одна Валентина Барышникова. А у нее была сестра Елена, кажется. И они принадлежали к той группе. И ее захватили, стали допрашивать. Она то ли не выдержала, то ли что. И она их всех предала как раз. Она. Ее поселили в комсомольское какое-то общежитие. Ну а там встали над ней. Она одна, свои не принимают. И она отравилась. Руки на себя наложила. Вот так. Я их знаю очень хорошо. С ними вместе пили и ели. Я с ними ездил везде. Это редкий случай, когда интересы церкви, прямо можно сказать, интересы Христова, и интересы безбожной власти совпали. Поэтому так они ко мне относились. И там среди них был Никулин Юрий Федорович. Ох, он за меня заступался. Маме моей пообещал, я его выдержу из тюрьмы, привезу домой. И так и сделал. Привез домой, но матери уже не было. И говорит, я обещал. Приехал на машине на такой, при орденах своих. Там щит и меч такая красивая, форма понравилась-то. А я ему в это время бумагу раз и сказал. А там написано, от помилования я отказываюсь. Хочу, чтобы меня судили здесь. Да он тогда взял бумагу, постоял в окно, посмотрел, повернулся и говорит, Игнатий Тихонович, тут мразь одна. А там вас люди ждут. Вы своего златоуста хоть мешками распространяйте. Только архипелаг ГУЛАГ не трошки. Но я сказал ей, зачем он мне нужен. Я сделал, распространил-то. Вам там надо быть. И порвал мое заявление, что от меня это помилование отняли. Осудили меня, как преступника. Мне хотелось выступить. И вот Надежда Васильевна пришла на свидание. И она на кресте тюремной стоит. А в это время меня не выводят. Следователь и Никулин этот, подполковник. Вот была встреча. Мы сразу упали на колени. И давай Бога благодарить. А там народ идет мимо нас. Утре было на работу. И он меня привез прямо домой. А Беденко однажды меня вызвал. Что ему надо было, не знаю. Но что-то надо было. А у меня с собой зеленый такой, ну, сказать, сумка большая застегивалась. Баул называют. И у меня всегда там был магнитофон, который на батарейках работал. Там романтика, кажется, 309-то. А у меня человек приемный там. Не сидит это, не приемный, а как, когда приходишь на местибюль какой-то где-то. Вот. И он говорит, вынесите сумку. Мама моя сидела там. Я говорю, а зачем? Ну, вас же там подслушивающие. Я говорю, еще боитесь. А у вас под столом тут еще больше жучков стоит. Ну, он меня просил, просил вынести это. Ну, вынесите, пожалуйста, чтобы побеседовать можно было. Он сам боялся, видать. Я тогда сумку открыл, а там нет ничего, и лежит только решение 22-го съезда партии, где написано, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Я пришел вам напомнить, что мы при коммунизме сидим, и не строжьте меня. Мы все равны. Каждому по способности, каждому по потребности. От меня способность вам проповедовать, а потребность, чтобы вы меня не трогали. Он поулыбался, ну, дальше начался разговор. Вот такие у нас встречи были. Игнат Тихонович, вот здесь сейчас брат один на меня вышел, Глеб, у него, ну, его близкий родственник, священник. он, в общем, какой-то тоже появился там, то ли лжиепископ, в лесах каких-то, ну, и всех людей там, кто ему поверил, они тоже там и паспорта, патриарха не признают, не перестали поминать, и ушли там куда-то, какие-то леса. Вот. Если ему получится вывезти этого священника, а этот священник-то тоже вам повелся просто на это дело, на вас, вы не откажете поговорить с ним? Да, конечно, я рад буду, потому что такого опыта ни у кого нету. Вообще нету нигде. Это КГБ мне заявило, это первый, единственный случай, что все пришли, признали эту власть, признали патриарха, и, ну, понятно, что победа стопроцентная. И это делал Господь Бог. Это я говорю о православных, не говоря, сколько баптистов приходило, пятидесятников, администов, свидетелей Иеговы. Это Бог только делал. А то почему это ты написал, Павел Бочков, что тысячи людей пришли? Я их не считал. Некоторых только приветил один раз, другой снабдил материалами, и все. Мы покупали такие, которые некондиционные магнитофоны, и этот Алеша, на самом деле он Леонид Ильич, его звать, Гаврилов, отец-то, он насобирали деньги, он отремонтировал эти магнитофоны, мы даром давали им пленки записанные, и они выезжали. То есть у нас таких точек было очень много по стране, и люди собирались и слушали, там такие посиделки были. Вот для слова Божия не отуз, там про это и пишет Николай Балашов, он теперь там доктор богословия в патриархии, он намного помогал, он там хорошо пишет, в самом предисловии об этом. Я бы сказал, неудобно сказать, однажды была большая встреча с баптистской молодежью, их руководитель подошел, но целуются, не как у нас-то, голову на плечо друг к другу и по спине похлопать, нет, они целуются в губы, но не так, говорит, засос, просто прислониться губами, как вот Брежнев любил целоваться-то. Ну и я там среди них был, меня пригласили, выступили, там несколько человек, кажется, пришли, православие приняли. Я сейчас скажу такие слова, что вы не поверите. И он тогда обратился к народу и говорит, которое, собрание, вот вы, братья и сестры, вы меня извините, говорит, но вот я с Игнатьем поцеловался, от него хлебом пахнет, а с нашими поздоровьями говном воняет, потому что мясо едите, за смеху. Вот так. Да. Я его могу назвать, кто он такой руководитель, но это не надо уже. И там несколько человек, семь, кажется, пришло сразу из молодежи, а за ними пришел следить старый баптист. Там прямо его, а они его говорят, мы вас не приглашали, так что вы освободите это место. Молодежь такая. А тут все приняли. Беседовали когда. В одном месте беседовали, у них был там старший пресвитер, это как епископ. И он обратился к Богу, и тоже такие слова сказал, когда к утру беседа закончилась, ну что, надрали нам? Я принимаю православие. Одна беседа была. И он стал, прям с короткое время прошло, он стал православным священником в патриархии. А какая группа там была у них, хорошая, ну все люди-то хорошая, там не пивущие, трудяги такие. В одном месте было 450 баптистов. В конце уже пресвитер сказал, я готов принять православие со всей общиной. Одно было условие только, вот и все. Это все, я маленькие такие делаю отрывки, как приходилось свидетельствовать. Я нигде, никогда за проповедь не получал ни рубля, а наоборот, что было, все туда отдавали, где была книга печатания. А тут сегодня в миссионерские отделы приходят, расписываются, там Дворкин, ну прямо смешно даже. За что же? Тем более отдел миссионерский никому не создать. Создать певческий, там благотворительный, а миссионерский не создать. Фонд можно создать, а отдел нет, потому что Господь посылает по два, и отдела не будет. Он принимает опять два, и сразу уходит. Двенадцать апостолов, поскольку по два, считаем. Семьдесят, поскольку по два, а как? Моисей, Аарон два, а Кирилл и Мефодий два, тут нигде больше нету. Никто этого не говорил, никогда не видел. Как не видеть-то, прям спотыкаешься об этом. У нас тоже с братом я и брат. Мне говорят, вы Моисей, а брат Ааронов священник. Ну, в микронной такой форме. надо всегда радоваться, благодарить Бога. наверное, и пошел, убежал от отца. Так и здесь. То, что у нас есть, преподается, этого нигде нет в интернете, вообще нигде. Не только потому, что я не считал, а потому, что русскую диаспору, я знаю, очень хорошо в разных государствах. Даже в помине нету. И сколько мне говорят, случайно наткнулся на наши ресурсы, и уже теперь я не вылажу. с главой администрации, вот когда суд-то был, Мамонтова, поздоровался, он говорит, а я вас знаю, я смотрю вас. А который адвокат, Андрей его звать, тоже говорит, я уже лет пять, говорит, у вас все смотрю. Вот и все. Я сроду не думал встретить людей, они уже близки нам. Даже епископ Антоний сказал, что вас смотрит. Что сказал, Георгий, не помню, по гроши. Епископ Антоний, который летом приезжал по Терявику, тоже говорит, смотрит. Он сказал, что тоже смотрит вас. Ого! Вот тут было такое, Масендич, он перешел как-то под Филарета был, а его когда сюда приняли, его прежний архимандритов сделали, а потом рукоположили Алтайский, Антоний. И он у меня дома был, у меня жена мастер такая, она пироги разные, рыбные, делает, вкусные. И он такой был, такой как, ну как пузырь. Очень полный был. Ну, ко мне очень хорошо относился. Я такие истории мог рассказать про него. Но, дело в том, что был он у нас. И когда в машине один раз ехали, и он говорит, мне там три храма строить вначале, он говорит, любой отдаю. У меня ни одного миссионера нету здесь. Переходи сюда. Я говорю, ну я могу работать, а переходить не пойду. Это дар Божий, что нам Бог дал быть. Зачем нам теперь менять, дай нам царя? Никак. У нас пророческий дух, слово Божие живое. Мне никуда нельзя прислониться, но мы со всеми в дружбе находимся, в близких отношениях. На меня вот нападали, что я у католик, католикам говорю, что молюсь за них там каждый день, каждый день молюсь. Франциско, Бенедикто. Ну и что? Я кого трогаю? Патриарх подошел под благословение, на его напали, так я еще на защиту встал. Все уже продано, все католическое, бритые, не крестят. Чего вы взбесились теперь? Не поминать? Да так и нужно Патриарху ваше поминание. А я его поминаю всегда и поминаю искренне. Я о Патриархе говорю, Кирилле. Вот так. Игнатий Тихонович, вот то, что сложилась такая уникальная ситуация, что вы общиной не вошли в московскую Патриархию, остались РПЦЗ, как были такими и остались, вы не изменились, и московская Патриархия епископат воспринимает. Это, конечно, уникально, это чудо, такого больше нигде нет. А общинники, ну, с вами все согласны, никто по-другому не думает. Ну, кто-то думает, двери-то открытые. Когда встали близко, уже там встречается Лавр и сидит там с Патриархом Алексеем Вторым. У нас сразу две семьи с детьми ушли. Еще разговора-то не было, они уже такие нетерпимые были. А мы тогда признавали благодатность московского Патриархата. Мы ничего не получили от этого акта о каноническом общении. На обоих совещаниях, которые были там, все зарубежные, это брат мой ездил дважды, там был отец Аким. Там не давали записывать, ничего, все, говорится, отбирали. То есть, я сказал, они не остановятся, они будут кусать до самого локтя. Так и было. Но мы никуда не изменим. Две общины действительно правильно, больше нету. Наша позиция самая правильная. А вот которые поторопились, уже 13 разных юрисдикций, друг друга не признающих. Конечно. Это действительно уникальная ситуация. И это мало кто так устоит. Вообще это невозможно, чтобы в этой ситуации вот так вот устоять. Это, конечно, чудо. Потому что организатор вот этого объединения был президент Путин. Мы за него молимся каждый день. Да не просто так, а даже и ночью, что такая сложная обстановка у него и прочее. Из-за военной, которая, чтобы беды не было, чтобы никто никого не убил. Ну и вот теперь, если к этому вернуться назад, а как вы знали? Никак, я просто молюсь. Молюсь и слушаю голос Божий. Что он мне говорит? Я не слышу. Вот когда стихи написаны, и стихов таких в мире нигде нету. И где вы берете? На молитве у меня вот так строка проплывает. Там проплывает. Там, ниже. Я на молитве прям сразу одну строчку запишу. Святая Русь, когда была святая, я записал. Когда кончили, еще 35 строчек, я пишу, хоть глаза завяжи. Четыре тома стихов по 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек, и ни одной помарки нету на черновиках. Нету. Пишутся с чистого листа. Так никогда нигде не бывало. И мало того, напротив каждой строчки место из Библии, глава стих. 36 раз надо Библию открыть. Это даже во сне не видали. А сейчас уже начали делать, как красиво выглядит. А как вы додумались? Не думал я об этом. Я там такой, такой. Святая Русь, когда была святая? Дальше написано. Скажите срок и даты имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов. Все подгребли в самом тайгу и в югу, и расплодили нехрестей воров. Кто хуже нас сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделения, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир там добровольцам запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли в служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистский путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенной нам не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Вот как. Если бы Пушкин написал, он бы семь раз переправлял. У меня ни одна строчка не выправлена. А почему? Так Бог сделал. А сейчас поют, там, показывают кадрами, кадрами идет. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд свели, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. И все это в кадрах Виктор Николаевич Ставченко сделал. И играет на гитаре. Почему? А Господь берет порошинку такую и дает. Сумка одна и пять гладышей и Галяб лежит кверх ногами. Галяб